Друзья, если все кинодеятели страны резко собрали вещи и удалились в сторону гор, значит запахло фрезами и веселыми тусовками у моря. И не мудрено, там проходит 26-й по счету кинотавр. Специальный репортаж церемонии открытия кинофеста для нас подготовила Юлия Бабурина. Платье словно из магазина, каменные укладки и беззаботный хохот. Кажется, эти дивы весь день не спеша готовили свои тела к выгулу по красной дорожке. Но что творилось в их номерах на самом деле, остается только воображать. Ведь звездный самолет приземлился всего за пару часов до открытия кинотавра. Я закончила сегодня сниматься в 8 утра, в полчетвертого я прилетела, и в 5 я только пошла делать макияж и какую-то прическу. То есть это было, наверное, это самая экстремальная кинотавра для меня. Спешила, выходя из номера, я перепутала и одела не то, что должна была. То есть я, к этому плачу, предполагалась вот этот головной убор. А вот к чему прилагалась эта плюшевая лиса? Юмористка Наталья Медведева облачается в необъятный палахон, из-под которого торчит лохматый рыжий зверь. Как пришла вообще идея? Я понимаю, что замочила вас вопросами. Очень просто, просторила. Возможно, этим прикидом Наташа пытается отвлечь внимание от своего интересного положения. Уже через пару месяцев она станет мамой. Светлана Ходченкова гордо вышагивает в черном платье с гигантским бантом спереди. В принципе, можно было и не стараться, когда на пальчике блестит такое помолвочное кольцо. Света! Встань, как пионер! На дорожке главное не слиться с толпой. Для начала можно оступить всех бриллиантами. Я вас умоляю, это бижутерия. А ближе к народу это всегда очень хорошо. Потом желательно, чтобы костюмчик был как из сказки. Ну, не знаю, насколько рыбка. Ну да, золотая. Так сложилось. Муза Валерии Гагерманики Агния Кузнецова делает акцент не на платье, а на новом бойфринде-танцоре Максиме, клоне Адама Левина из Марун Файв. К локу Федора Бондарчука традиционно не придерешься. Дорогой костюм и отражающая солнце голова. Видели? Ну, на бояшках. На бояшках. Где мои 15 лет? Остальные же мужчины уверены, главное, чтобы нигде не натирала. За пять минут нарядился и вперед. А что мне собираться-то? Отелся, пошел. Смущенно улыбаясь, Татьяна Догилева осматривается по сторонам, будто не выходила в люди 40 лет. Долгое время актриса добровольно сидела дома. Теперь же вернулась с режиссерским дебютом. Но громкой вечеринки по поводу камбэка ждать от Татьяны Анатольевны не стоит. Оттусила, солнышко. Веришь, оттусила. Хорошо так оттусила. Остается лишь догонять. Несмотря на усталость, на автопати под Сергея Мазаева звезды топчут танцпол, как в последний раз. Екатерина Вилкова, приехав без мужа и детей, отрывается с подружками. А холостячка Алена Сверидова греется в объятиях Седовласова-Лавелласа. Ну, еще час я продержусь. Неужели остальные Бондарчук, Судиловская, Звягинцев поспешили в постели? Как бы не так. Они большей компанией скрываются от камер вип-будке без окон и супер-охраняемой дверью. Скромняшки. Юлия Бабурина, Тимофей Трушин. Про новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова